Ночью в Самаре тушили пожар. В 21.47 поступило сообщение о возгорании во втором корпусе кафе на Лесной 23. Горела кровля второй этаж недействующего кафе и чердак концертного зала. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет, из помещения эвакуировали двух человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Самарской области. К тушению пожара привлекли 62 человека и 20 единиц техники. Пожар удалось локализовать только в 23.49. Сразу о двух назначениях стало известно сегодня. Министром молодежной политики Самарской области назначена Наталья Рогова. А Иван Носков стал первым заместителем главы городского округа Самара. В Самарской области подготовили законопроект о перераспределении полномочий муниципалитетов. Их передадут на региональный уровень. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, нужно установить правила, которые бы позволяли создавать новые комфортные жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой. Необходимо обновлять исторические кварталы, при этом делать это максимально сохраняя архитектурные и исторические памятники. Прокуратура Самарской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства двух девочек в Тольятти. Одной было два года, другой пять лет. Во вторник вечером их нашли со множественными ножевыми ранениями в квартире одного из домов города. Главная подозреваемая – сводная сестра погибших, которой 13 лет. Туман в Самарской области сохранится до конца дня. Как уточнили в Приволжском УГМС, видимость составит 500 метров и менее. В региональном главном управлении МЧС рекомендует автомобилистам избегать внезапных маневров на дорогах. Психолог рассказал, как побороть осеннюю депрессию. Развитие апатии и меланхоличного состояния напрямую связано с сокращением светового дня. Чтобы позаботиться о своем ментальном здоровье и помочь себе, нужно равномерно распределять свои силы. Подготовить план, как справиться со стрессом, например, взять выходной или подольше поспать, попросить домочадцев и друзей помочь с делами, отправиться на шопинг. Важно выбрать именно ваши способы расслабления. Если вы находитесь в длительном подавленном состоянии, не стесняйтесь обращаться к специалисту. Стоматолог развеял миф о вреде жвачки для зубов. Продукт не способен повредить пломбы, если работа сделана качественно. В иных случаях любое механическое воздействие негативно скажется на здоровье полости рта. Жвачка стимулирует процесс слюноотделения, что помогает очищать рот от налета и остатков пищи и предотвращает образование зубного камня. Более того, она положительно влияет на когнитивные способности и помогает снижать уровень стресса и тревоги у человека.